МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Классный час в городском центре «Досуга». Библионач – детское измерение. Итоги областных соревнований по бадминтону. А сейчас об этих и других событиях подробнее. В Смоленском регионе стартовала патриотическая акция «Это наша победа». Активная молодежь нашего города призывает принять участие в ней и десногорцев. Чтобы стать участником акции, необходимо выложить на собственную страницу, социальные сети, Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, Твиттер, профессиональную, любительскую фотографию или автопортрет, селф, подписать фотографию тремя официальными хатштегами акции. «Это наша победа». Вместе мы – сила, мы – патриоты России. Подробную информацию об условиях участия в акции «Это наша победа» можно получить по телефону, который вы видите на своих экранах. 27 апреля в Десногорске прошла социально-патриотическая акция «День призывника». В ней приняли участие ребята, которые в скором времени пойдут служить в ряды российской армии. В этот день Комитетом по культуре и молодежной политике и Комиссариатом нашего города для будущих призывников были организованы три экскурсии. В акции приняли участие 34 призывника. Вначале ребята посетили в историко-краеведческом музее экспозицию «Эпоха поколений». Слова наставления им сказали управляющий делами администрации города Максим Иванов и начальник отдела кадров Смоленской АЭС Владимир Исаев. Хотел бы вам пожелать всего самого наилучшего, то есть вас пройдет служить в этом году, а служить Родине с достоинством, чтобы вы пришли в Десногорск и могли сказать с гордостью – я служил Родине. Председатель Комитета солдатских матерей Валентина Рожкова провела экскурс по фотовыставке, посвященной 71-й годовщине Победы. В этот день ребята побывали и в Музее поискового движения. Продолжилось мероприятие в учебно-тренировочном городке войсковой части номер 3678. Будущим солдатам вручили подарки представители партии «Единая Россия». С 22 апреля по всей стране стартовала народная патриотическая акция «Георгиевская ленточка». С этого дня все, кто чтит память о днях Великой Отечественной войны, кто гордится её героями, носят чёрно-оранжевую ленту – символ Победы. Волонтёры молодёжного центра будущим воинам на грудь прикрепили этот символ. В этот день призывники узнали о новинках военного вооружения, смогли собрать и разобрать автомат, прослушали лекцию о том, что должен знать и уметь солдат, а также проверили свои способности в стрельбе в интерактивном тире по мишеням. «Служить в армии, я считаю, это престижно в наше время, потому что сейчас Владимир Владимирович Путин взялся серьёзно за армию и оснащает её новым вооружением и вкладывает в неё средства. В сегодняшней экскурсии мне понравился учебный центр, как он оснащён, чем он оснащён. Мне понравился интерактивный тир». Завершением этого познавательного дня для ребят стал настоящий солдатский обед. С 7 по 9 мая ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам, гетто и концлагерей будет предоставлено право бесплатного проезда по территории Смоленской области на всех видах муниципального транспорта. Сотрудники городского центра «Досуга» проводят работу по воспитанию патриотизма у юного населения Десногорска. 27 апреля для учащихся шестых классов прошёл классный час, посвящённый Дню Победы. Ребята читали стихи о Великой Отечественной войне, узнали, как она началась, прослушали рассказ о своих ровесниках, которые, несмотря на свой совсем юный возраст, помогали бороться с немецко-фашистскими захватчиками, как в тылу врага, так и на передовых позициях. Мы проводим эти мероприятия, чтобы наше будущее поколение знало о тех годах войны, о том, что пришлось перенести нашему народу на своих плечах и людям, которые были на передовой в годы войны, и с женщинам, и детям в тылу. Подобные мероприятия воспитывают у школьников чувство патриотизма, а также любовь и гордость за великую отчизну. Ежегодно, 30 апреля, в России отмечается День пожарной охраны. Сотрудники Десногорского пожарно-спасательного гарнизона отметят профессиональный праздник 29 апреля в 10.00 в городском центре досуга. Библионочь – это ежегодный фестиваль чтения, который проходит в апреле по всей России. В эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространство расширяют время и формат своей работы. Детская библиотека Десногорска поддержала фестиваль и организовала в своих стенах библиосумерки – детское измерение. Самых маленьких читателей на первом этаже библиотеки ждала увлекательная игра – пиратский квест «Таинственный остров». Разделившись на две команды, ребята искали клады и подсказки. Когда все препятствия были преодолены, все участники получили памятные медали и призы. Для читателей старшего абонемента подготовили видеомарафон – литературный пинг-понг. Девчонки и мальчишки отвечали на вопросы, учились работать в команде, активно проявляя свои способности и смекалку. Интересное путешествие в мир фантастической литературы ожидало гостей информационно-справочного центра. Большое космическое путешествие или веселая планета – так называлось «Игра в фантастов» с викторинами и литературными конкурсами. Затем всех пригласили в молодежный кинозал, где показали кинофильм «Посвященный». Таким образом, поддержав год российского кино и девиз «Библионочи-2016» – «Читай кино». Закончился праздник символическим зажжением больших бенгальских огней на лужайке перед библиотекой. 6 и 7 мая в Смоленске уже в третий раз пройдет фестиваль «Салют» над Днепром. В эти дни Смолян ждут интерактивные площадки, реконструкция битвы и фейерверк. Место проведения – улица Тимирязева. А сейчас криминальные новости. В области задержана группа лиц, которая подозревается в вымогательстве. Трое мужчин под угрозой применения насилия и уничтожения имущества вымогали денежные средства. У предпринимателя – закрашивание бизнеса. В Вязьме обнаружили 1200 литров нелегального алкоголя. Контрафакт был обнаружен полицейскими во время операции правопорядок. Новости спорта. В минувшие выходные Десногорск принимал гостей. 23 и 24 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Десна» проходил чемпионат Смоленской области по бонминтону в личном зачете. Итоги в нашем следующем сюжете. В турнире приняли участие спортсмены из Вязьмы, Смоленска и Десногорска. За два дня 37 участников провели более 100 игр. Знаменитая в нашем городе спортивная семья Переходкиных пришла на соревнования в полном составе. Бадминтон – игра очень динамичная. Все в движении, энергичные. Если вам может показаться, что это легко, попробуйте, и вы поймете, что это ваш вид спорта, вы им загоритесь и будете в него играть. Бадминтон вообще подвластен всем возрастам. Турнир получился международным за счет того, что в состав команды Смоленска входили индийские студенты медакадемии. Я очень хотела из первых курсов, когда мы здесь приехали. И со школы тоже мы очень думали о бадминтон. И в Индии тоже очень это специально, как есть девушка, которая очень хорошо играет в бадминтон в мире. Поэтому это как инспирация нам. Высокую планку соревнований поддерживали такие именитые спортсмены, как Ася Овсипян, студентка Смоленского государственного университета, победительница чемпионата Смоленска прошлого года. Я пошла на бадминтон, потому что узнала вообще о его существовании, как спорт. Пришла в университет и думала, почему бы и нет. И в принципе... Все получилось. Пошла и получилось. Получилось лучше, чем у других. И я думаю, все, значит, это мое. Чемпионат области прошел в спокойной, дружеской атмосфере. Десногорцы заняли много призовых мест и в одиночных категориях, и в парных. Командные соревнования пройдут в июне в Смоленске, где лучшие игроки этого турнира будут защищать честь своих городов. 29 апреля в спортивной школе нашего города в 11.00 состоится открытие турнира по дзюдо, посвященного памяти Николая Савинича. Желающие могут прийти и поболеть за своих спортсменов. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для сюжетов. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова